Всем привет, с вами канал Крутой Гарджет, и сегодня у меня на обзор смартфон Верне Тор, смартфон самого Тора. Вот так, этот смартфон очень хороший, вот, сейчас я вам покажу всё в нём. Так, достаем его, вот наш сам смартфончик, вот такой классный, так, в комплекте, что есть, инструкция, так, адаптер на 2 ампера, так, и USB, micro USB кабель, вот такой. Так, это можем отложить, так, дальше, переходим к смартфону, здесь, как видите, вот такая крышка soft-touch, вот, здесь очень приятные, также здесь бока soft-touch и кнопочки вот эти. Это очень хорошо, очень классно в руке держится этот смартфон, и также, как видите, здесь углы заокругленные, и экран также 2.5D, вот, как видите. Здесь экраны 5D, HD, IPS, ну, там такие функции, на сайте так написали этого телефона, что он может сравняться даже с AMOLED-экраном. Справа здесь есть кнопка разблокировки экрана, регулировки громкости, здесь Jack 3.5 для наушников, и здесь микрофон и micro USB разъём. Так, здесь динамик задний, и, так, здесь сканер отпечатков пальцев, спешка администрационная, и камера на 13 мяпикселей, а спереди на 5. Ну, а там программное, оно улучшает изображение к 8 мяпикселей, и также передний динамик. И, так, давайте вскроем наш смартфон, здесь, вам скажу сразу же, я первый раз вскрывал его, это очень длительно было, вот, особенно вот здесь вверху. Вот, сейчас, как видите, всё окей открылось. Так, здесь батарейка стоит на 2800 мА, она литиополимерная. Так, здесь, видите, слот для микросимки. Вот здесь, сюда микросимку вставляете, сюда тоже, а сюда карта памяти. Если у вас сюда не полностью уходит той симка, то просто её подпиляете. Так, закрываем всё это. А вот здесь, кстати, вот этот динамик. Мне дизайн этого смартфона очень понравился. Я себе даже бы этот смартфон приобрёл, если бы мне нужно было. Давайте ещё посмотрим на углы обзора вот этого смартфона при максимальной яркости экрана. Вот. Такие. Достаточно хорошие. Этот смартфон стоит 120 долларов. За такие характеристики, какие я вам сейчас скажу, Этот смартфон очень хороший, качество очень хорошее. Вот. Даже называется Тор. Как бог Тор. Вот там даже на сайте есть Тор. Здесь стоит, кстати, Android 6.0. Вот. Сейчас покажу вам. Вот 6.0. Так, давайте ещё запустим Antutu Benchmark. Здесь этот смартфон набрал сколько баллов. 307 559 баллов. Это хороший результат на такой смартфон. Так, давайте посмотрим информацию об телефоне. Так, производитель здесь Верне. Модель Тор. Android 6.0. Процессор MT6753. Диокарта Mali-T720. Экран HD. Задняя камера 13 мп. Оперативка здесь 3 гигабайта. И встроена 16. Это очень нормально. Даже скажу хорошо. Так, 8 ядер по 1,3 гигагерца. Так, DPI здесь 320. А датчик здесь сколько? 5. Вот и всё. Так, ещё датчики здесь есть. Акцелерометр. Вирускоп. И... Лайт-сенсор. И Proximity. Так же, кто не знает, здесь в этом телефоне есть предустановленная программа Uber. Это сервис такси. Он по целому миру есть. Так же, на этом смартфоне стоит Corning Gorilla Glass 3. Это очень хорошо. Но сейчас, на новейшие Gorilla Glass это 5. Вот и на Galaxy Note Edge стоит. Так же, здесь особенность какая. Здесь основа корпуса этого смартфона выполнена из титанного сплава. Вот из-за чего он очень лёгкий. Весит всего 140 грамм. Вот этот смартфон. Его и в руке классно держать. И вес очень маленький. Это всё очень хорошо. Видео всё тут классно записывает в Full HD. Так же, вот этот сканер. Давайте я вам покажу его. В настройках. Но перед этим... Давайте... Пройдёмся по настройках. Так, экран. Давайте посмотрим, какая минимальная у нас. Яркость экрана вот такая. Это нормальная. И максимальная. Более-менее. Так. Дальше звук у нас. Вот, максимальный. Давайте. Минимальный. 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 Нормальный, нормальный, но максимальный всё равно не очень. Так. Дальше что здесь есть. Дальше у нас есть и безопасность. И... Он улавливает ваших печаток на 360 градусов. Так же, в этом телефоне улучшенный приём сигналы GPS. Вот. Вам в играх, таких как Pokemon Go и других, будет удобнее играть. Так, давайте теперь в галерею зайдём. Так, вот фотографии. Здесь 13 меопикселей. Я скажу, это хорошие снимки. Вот, на эту камеру можно сделать. Ну, вот такие изображения у нас получились. Вот. Так, дальше. Давайте посмотрим, какие здесь есть изображения фоновые. Вот такое, такое, такое. Здесь очень классные. Вот. На некоторых смартфонах нету таких классных изображений. Нитки контрастные, очень цветные. Вот. Вот. Это фоновое изображение. Есть также изображение экрана блокировки. Это очень хорошо. Также здесь в том андроиде есть такая функция. Разворот экрана на рабочем столе. Включаем и... Так, ещё тут нужно включить. И вот, видите, наш рабочий стол разворачивается. Но на пятом андроиде такого не было. Кстати, этот смартфон был на пятом андроиде. Но он обновился к шестому по воздуху. Это очень хорошо. Так, давайте ещё допустим игру World of Tanks. Так вот, в настройках я выбрал минимальную графику и убой. Звук, кстати, здесь, вот видите, отлично. Вот, если вот такой рукой прикрыть, то на всех смартфонах будет громче звук звучать. Вот. Так. Смотрим, сколько FPS. 30. Так, как видите, на минималках здесь 30 FPS. Это очень хорошо. Здесь также на максималках нормально будет играться у вас. Вот. Это восьмиядерный смартфон с 3 гигабайтами оперативной памяти. Вот. Хорошая производительность этого смартфона. Так вот, сейчас играем на максималках. Так вот, как видите, и здесь на максималках более-менее можно играть. Вот, как видите, 23 FPS, 26. Вот, это отличный смартфон. Я бы советовал вам брать. Здесь и железо нормальное, и цена, и также дизайн, и в руке. Кто думает, из-за батареи этот смартфон не брать, но здесь стоит Android 6.0. Здесь энергосбережения улучшенные, вот. Так что он будет вас точно день держаться. Вот. Если мой смартфон на Android 6 держится 3 дня, в нём 4000 мАч, но здесь день 2 точно держаться. В обычном использовании. Так, вот такой смартфон. Если вам этот смартфон Верне Тор, смартфон самого Тора понравился, то поставьте лайк под видео, подпишитесь на мой канал и на мои соцсети. Также не забывайте писать комментарии, лица этим видео в соцсетях, писать об этом телефоне что-то хорошее, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok